Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня предлагаю поговорить о том, как обеспечиваются порядок и общественная безопасность в регионе. Присоединяйтесь. Анатолий Анатольевич Васильев, заместитель начальника ОВД Гомельского облсполкома, начальник милиции общественной безопасности, полковник милиции. В 1994 году окончил Белорусский государственный университет транспорта по специальности строительство железных дорог, пути, путевое хозяйство. В 1999 году факультет переподготовки Гомельского кооперативного института по специальности правоведения. В июле 1994 года пришел на службу в органы внутренних дел, который проходил на различных должностях в блоке милиции общественной безопасности. С 2010 по 2015 год возглавлял управление охраной правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД Гомельского облсполкома. С ноября 2015 года являлся заместителем начальника милиции общественной безопасности. С ноября 2017 года заместитель начальника управления начальник милиции общественной безопасности. Указами президента Республики Беларусь награжден медалями за безупречную службу 3-й и 2-й степени. На вопросы, которые касаются работы милиции и общественной безопасности, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер, номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Анатолий Анатольевич. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, уважаемые телезрители. И начать наш разговор предлагаю с вопроса о дорожной безопасности, потому что ГАИ – это подразделение милиции общественной безопасности. Почему в этом году с приходом первого снега так сильно выросла статистика ДТП? Не только в нашем регионе, но и в целом по стране. Ведь, в общем-то, в изменении погоды ничего удивительного нет. И то, что шины нужно поменять с летних на зимние – тоже правило известное. Почему так происходит? Ольга, хочу начать со статистики. Действительно, сотрудниками милиции совместно с заинтересованными в текущем году проделан очень большой объем работы, направленной на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Если обратиться к статистике, то мы увидим, что на территории Гомельской области существенно сократилось количество дорожно-транспортных происшествий. Более чем на 10% сократилось количество раненых в них людей. И самое главное, сократилось количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях людей на более чем 22%. Это, конечно, очень обнадеживающие цифры. Но вместе с тем, если мы возьмем обыкновенный летний день, у нас по области регистрируются от 25 до 30 дорожно-транспортных происшествий. Но с учетом, когда у нас выпал первый снег, было зарегистрировано более 90 дорожно-транспортных происшествий. Да, такие вот страшные происшествия, как были у нас на территории Калинкевского района, когда погибло 6 участников дорожного движения, Жлобинский район, они, я считаю, свидетельствуют только об одном. Все участники дорожного движения, в первую очередь водители источников повышенной опасности, то есть автомобилей, не готовы были выезжать на трассу, не готовы были к сложным погодным условиям, что и привело к совершению указанных дорожно-транспортных происшествий и очень большому количеству зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий. Не зря мы инициировали перед законодателем, соответственно, внесение изменений и в административную ответственность часть 5 статьи 18.22 о том, что каждый автолюбитель в период времени с 1 декабря по 1 марта должен переобуться с летних колес, как говорят в народе, на зимние. Но мы же прекрасно понимаем, что мы обозначили зимний период, это с 1 декабря по 1 марта, но на самом деле осадки, снег, они не живут по календарю. Как правило, это гораздо раньше и гораздо позже он заканчивается. Да, абсолютно верно. И поэтому в первую очередь, конечно же, только наши автолюбители, только водители должны принимать меры к тому, чтобы обеспечить, в первую очередь, безопасное передвижение себя, так и, конечно, других участников дорожного движения. Я проведу только один расчет. Тормозной путь в нормальных условиях при скорости движения 50 км в час составляет порядка 15 метров. В случае гололеда тормозной путь увеличивается до 90 метров. Также хочу привести пример. Мы очень часто любим смотреть, что же происходит в странах Западной Европы. Так вот, допустим, в той же самой Германии в случае совершения дорожно-транспортного происшествия на скользком участке местности, соответственно, где был гололед, в первую очередь спрос идет от водителя. Потому что водитель, управляя источником повышенной опасности, не выбрал ту скорость, которая бы позволила ему без дорожно-транспортного происшествия доехать то место, куда он, соответственно, хочет доехать. Анатолий Анатольевич, что касается происшествия в Калинковичском районе, когда вылетел микроавтобус на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, шесть человек погибли. Расследование уже установило обстоятельства? Расследование еще продолжается. Расследование продолжается? Да, сотрудники следственного комитета, расследование еще продолжается. Ну, у автомобиля была летняя резина, об этом сообщили. Да, но опять-таки еще зимний период, соответственно, еще не наступил. Сообщили сразу, а этот день был первым, когда выпал снег. Да, поэтому формально никто ничего не нарушил. Ну, формально, да, получилось, что вот один такой выезд, он стоил жизнью... Да, шести человек. Шести человек. На минувших выходных, кстати, минувшие выходные тоже достаточно сложными были с точки зрения дорожной безопасности. Четверо погибших. Четверо погибших по одному в Светлогорском и, соответственно, один погибший был в Светлогорском районе, два в Жлобинском районе, соответственно, и действительно очень серьезная была дорожная ситуация. Хотя, опять, Ольга, обращаясь, даже если через каждые 100 метров поставить по наряду государственной автомобильной инспекции, везде, соответственно, незамедлительно, а так зачастую у нас происходит незамедлительно, дорожные службы приступают к расчистке дорожного покрытия, вместе с тем необходимо время по волшебству за одну-две минуты невозможно десятки километров расчистить, соответственно, и чтобы они были приспособлены сразу для безопасного дорожного движения. И, опять-таки, хочу повториться, все водители должны это понимать и делать осознанный выбор, садясь за руль. Действительно ли его машина по техническим характеристикам готова к движению к сложным погодным условиям? И, самое главное, готов ли сам водитель двигаться в сложных погодных условиях? Тут, к сожалению, достаточно часто люди оказываются самонадеянными и просто, ну, может быть, просто не думают о плохом. А плохое случается. В Жлобинском районе БМВ вылетела с дороги, упала в миллиардативный канал, погибли водитель и его мать, которая была пассажиркой этого авто. Что стоит за формулировкой «в данном случае не справился с управлением»? По какой причине можно улететь в проезжую часть? Ольга, вот то, что мы с вами обсудили, это в первую очередь выбор небезопасной скорости движения. Категорически неучет сложных погодных условий. Все это приводит к тому, что мы через средства массовой информации узнаем действительно. Мы, конечно, раньше об этом узнаем по каналам оперативной дежурной службы, о совершенных этих страшных дорожно-транспортных происшествиях с человеческими, когда гибнут люди, соответственно. Никто, отправляясь в дорогу, конечно, не рассчитывает и о таком не думает. Ну, это было бы странно. Все рассчитываем мы на лучшее. Но проверить, знать состояние своего автомобиля, знать погодные условия, они, кстати, и на ближайшие сутки. Прогнозируются очень и очень сложными. Будет снег, а к концу недели это все еще и подморозит. Как вы думаете, что, вот как сложатся следующие выходные? Ольга, мы надеемся на лучшее. А вы готовитесь к худшему при этом? Мы готовы действовать в любых условиях. Мы действительно та служба, которая работает 24 часа в сутки. Мы готовы к любым изменениям. В том числе, хочу сказать, и наши коллеги. Это, в первую очередь, и все дорожные службы также готовы к действиям в любых погодных условиях. Но, опять-таки, хочется обратиться к нашим автовладельцам, садясь за руль, подумать все-таки. Готов ли автовладелец и водитель, в первую очередь, к маневрам в сложных погодных условиях? Готов ли он передвигаться? Или все-таки ему лучше в этот день доехать на работу? Или в место, куда он хочет доехать? На общественном транспорте. Да, потому что, как статистика говорит, по вине дорожной службы или состояния дорожного покрытия у нас не так уж много. Абсолютно верно. Удельный вес очень маленький. Да, происшествия случаются, а в основном это вина людей, которые были за рулем. За рулем, да. Поэтому ответственность, в первую очередь, на себе самом, отправляясь в дорогу, нужно об этом знать и помнить. Накануне новогодних праздников в милиции общественной безопасности переводится на усиленный вариант несения службы. Анатолий Анатольевич, что это для вас значит? Это какие-то особо напряженные дни? Ну, Ольга, действительно, это напряженные дни, потому что, когда люди отдыхают, у милиции однозначно увеличивается количество, как и поступающих звонков о совершенных правонарушениях и преступлениях. Но вместе с тем, уже тот опыт, что у нас наработан на протяжении ряда лет, нам позволяет в полной мере контролировать оперативную обстановку. Что подразумевает под собой усиленный вариант несения службы? Однозначно, мы усилим сопровождение всех поездов, которые будут двигаться по различным направлениям. Сотрудники Государственной автомобильной инспекции усилят контроль за техническим состоянием транспорта, который будет перевозить деток на все новогодние, соответственно, праздники и праздничные мероприятия. Ну и, конечно же, все наружные службы, все силы сосредоточат на обеспечении личной и имущественной безопасности граждан во время проведения рождественских и новогодних праздников. Желаю вам хорошей, спокойной работы, чтобы не была она сложной. Петарды, фейерверки и салюты – это неизменный атрибут новогодних праздников или это оружие в руках хулигана? Анатолий Анатольевич, мы провели опрос и узнали у людей на улицах, что они думают по этому поводу и как относятся к использованию пиротехники. Сугубо негативно, а дело в том, что это как минимум нарушает общественный порядок, особенно когда это используется в живых кварталах. Но это определенный дискомфорт доставляет жителям. Если честно, то плохо. Все должно быть в меру, должны быть старшие, не покупать на рынках, чтобы вот сколько случаев этих и вообще всего несчастных, чтобы были не поранены, это самое основное, чтобы были все здоровы. Ну, конечно, когда стреляют. Ну, лучше кому-то не боится, но в основном, если на улице стреляют вечером, то в доме, конечно, все сдрагивают, и взрослые, и дети. В общем-то спокойно, но мы не используем никогда сами. Но если прохожу, ну, что поделать? Это серьезное дело. Поэтому надо... Люди, которые покупают, и которые хотят как-то лучше организовать встречу Нового года, то нужно, чтобы они прошли соответствующий инструктаж или подготовку. Ну, лично я, например, один раз все в молодости пытался пекарды использовать, и чуть не загорелась квартира. Не очень-то я положительно отношусь к ним, потому что много происшествий, детей рядом, много взрослых, пожилых людей. И это, конечно, настораживает. Они некачественные. Вот, поэтому я отношусь отрицательно. Ребенок попал в ожоговое отделение, и там было очень много детей после Нового года, которые лежали с ожогами. И большинство из них как раз вот связаны с разной вот, ну, вы знаете, пиротехникой всякой вот этой вот. У меня двоякое отношение. Как бы это все красиво и интересно, фейерверки, это все очень красиво. Но должно быть все под присмотром родителей. И, конечно, в ограниченной зоне, чтобы это было, чтобы нигде не было, не случился ни пожара, никаких увещий и ничего. То есть, если это все безопасно, то это все красиво и эффектно. По-другому, конечно, это плохо, потому что дети, они непредсказуемые. Они могут куда угодно побежать, где угодно что схватить, и, может быть, плохие последствия. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о том, как поддерживается в регионе общественный порядок. Анатолий Анатольевич, как должна быть использована пиротехника для того, чтобы это было безопасно и законно? Вы знаете, я вот считаю, действительно, правильно сказали все жители нашего областного центра, особенно сильно задела меня, как высказалась одна женщина, о том, что попала она в ожоговый центр, и там больше всего было детей. Так вот, хочу сказать еще, я фактически постоянно уже на протяжении больше, чем 10 лет новогоднюю ночь осуществляю дежурство, и нет ни одной новогодней ночи, чтобы не пострадали маленькие дети. Больше всего умиляет, в кавычках, тот факт, что зачастую эти пиротехнические изделия в руки им дают взрослые папы с мамой и не контролируют полностью ситуацию, которая, соответственно, происходит потом с ихними детьми, которые, ну, согласитесь, еще 4-5 лет думать о правилах безопасности при обращении с пиротехническими изделиями, ну, тяжело это без помощи взрослых. И, конечно, ситуация, но я хочу сказать, это не только детей касается, несколько лет тому назад в Жлобинском районе молодой человек, нарушив правила использования пиротехнических изделий, запустил их, и в результате получил телесные повреждения, спустя несколько дней он скончался в медицинском учреждении. Этот случай, я хочу, чтобы помнили все наши телезрители, это действительно имело место быть. Зачастую люди подогреваются спиртными напитками, то та инструкция, которая написана, как использовать пиротехнические изделия, они считают, они все знают, им это не обязательно читать, и в результате происходят такие вот чрезвычайные происшествия, и, конечно же, очень больно и страшно, когда страдают дети. Я вам приведу один пример. Например, на площади Ленина, в нашем областном центре, находясь несколько лет тому назад, папа с мамой дали четырехлетнему петарду, чтобы он ее, соответственно, стал поджигать. Тут даже я не понял, что с ней делать, но они ему показали чиркой, и все нормально будет. Соответственно, сотрудники милиции подошли и объяснили папе с мамой, что так нельзя делать. Но вместе, понимаете, само отношение даже к своим детям, оно заставляет очень серьезно задуматься. Если уже родителям неинтересна судьба своих детей, то кому же еще больше она может быть интересна, как не родителям? Ну и, конечно же, запускать все эти фейверки, взрывать петарды необходимо на трезвую голову. А на трезвую голову, наверное, никому не хочется. А на трезвую голову, да, я с вами, Ольга, наверное, согласуюсь. Потому что праздника не хочется, не требует душа такого тела. Не знаю, может, конечно, такую мысль выскажу. Может, все-таки действительно посмотреть статистику поступления в травматологию, в ожоговые отделения, соответственно, и показать, чему это все приводит. Потому что, действительно, последствия очень страшные. И очень плохо. Вот мы первый вопрос обсуждали, что почему-то люди считают, что они, ну, если можно так выразиться, бессмертные. И с ними ничего плохого, правильного, вы абсолютно сказали, не может произойти. Но вместе с тем это жизнь. И все должны быть готовы к различным ситуациям. А когда начинаешь играть в орлянку, если можно так выразиться, и взорвется эта петарда у пьяного в руке или не взорвется. А даже если у него не взорвется, он ее установит таким образом, что она полетит в сторону людей, которые находятся рядом. И кому-то попадет в голову. И, как я уже привел пример по жлобину, когда молодому человеку, соответственно, пиротехническое изделие попало в висок. И в результате он скончался. Поэтому я вот очень хочу, чтобы наши телезрители прислушались к тому, что сейчас сказали. И действительно приняли меры для того, чтобы для своих родных и близких детей встреча Нового года и рождественских праздников была безопасной. На самом деле, да, случайность, но случайность, которую можно было бы предотвратить. Абсолютно верно. Которая должна была быть предотвращена. Так есть ли законный способ использования пиротехники? Конечно. На всех праздничных площадках специально выгораживается место для запуска пиротехнических изделий. И опять-таки, при проведении праздничных мероприятий сотрудники проводят соответствующие режимные мероприятия. И лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, место проведения праздничного мероприятия, они просто не попадают. То есть это какие-то отведенные площадки, взрывайте, пожалуйста, здесь, не взрывайте, пожалуйста, там, где стоит толпа народа перед елкой. Абсолютно. Но опять-таки, люди, подогретые спиртным, считают нужным, да, кто дома. Для какого же эффекта? И опять-таки, значительная часть несовершеннолетних дома бесхозно хранятся эти пиротехнические изделия и пробуют их поджечь, и дома страдают, и потом, соответственно, оказываются в медицинском учреждении. Так вот, хотелось бы, чтобы родители все-таки задумались, или они хотят со своим ребенком Новый год встречать в медицинском учреждении, или все-таки на праздничной новогодней елке. Да, беседы с подростками провести следует в любом случае. Детям покупать их нельзя. Абсолютно верно, да. Совершеннолетним продавать не имеют права, и такие рейды тоже проводятся. Да, абсолютно верно проводятся. Есть также еще ряд несознательных граждан, которые считают перед Новым годом за честь обогатиться, именно привезя с Российской Федерации не сертифицированные пиротехнические изделия. Для них хотелось бы напомнить, что существует в Административном кодексе статья 12.17, незаконная предпринимательская деятельность, которая предусматривает штрафные санкции на физическое лицо от 10 до 50 базовых величин. Также хотелось бы еще также нашим телезрителям напомнить о наличии статьи 17.14 Кодекса административных правонарушений. Это незаконное изготовление и распространение методик по изготовлению взрывоопасных предметов. То есть, вроде бы, невинная публикация в сети интернет, как изготовить очень большую хлопушку, после которой потом весь дом содрогнется, соответственно, тоже влечет штрафные санкции от 10 до 50 базовых величин в отношении физического лица или административный арест сроком до 15 суток. А такие видео отслеживаются в сети? Да, такие видео отслеживаются, соответственно. Да, понимаете, потому что однозначно из всех пользователей сети интернет найдутся все-таки единицы, которые последуют этим советам и начнут экспериментировать. Обязательно найдутся, на то и рассчитано. Да, абсолютно верно. Впереди школьные каникулы. Анатолий Анатольевич, это тоже период повышенной опасности? Полностью с вами согласен, да. И, понимаете, в первую очередь это обусловлено тем, что когда идет учебный год, соответственно, дети находятся на занятиях, родители на работе, они встречаются вечером. Ну и можно смело сказать, что все-таки дети определенное время находятся под контролем взрослых своих родителей. Но когда наступают каникулы, родители-то проработать продолжают, но дети предоставлены сами себе. И поэтому как для милиции, так и для всех заинтересованных это наступает очень серьезная пора ответственности зимние каникулы две недели. Нами проводятся соответствующие мероприятия, в первую очередь по вовлечению всех несовершеннолетних в активные формы досуга, чтобы, по большому счету, были созданы такие условия, чтобы у ребенка не было времени задуматься о чем-то плохом и совершить какое-либо правонарушение. Ну, молодость, она без ошибок не обходится. Уж какие ошибки человек совершает, иногда зависят от его воспитания, иногда от муада, иногда от случайности. В первую очередь. Да. Вы знаете, я вот услышал от одного священнослужителя прекрасные слова. Он говорит, да, вот наркотическая зараза есть. Вот знаете, мы обсуждали, сотрудники милиции выступили с инициативой доведения до всех, что такое синий кит. И вот это священнослужитель сказал, говорит, мы должны воспитывать родителей детей таким образом, чтобы не каждый раз рассказывать, вот синий кит, наркотики, еще что-то, селфи в опасных зонах. А мы им от рождения должны заложить такие основы поведения, чтобы они не были, соответственно, подвержены никаким пагубным этим пристрастиям. Ну, понимаете, заложить такие основы может человек, который сам обладает таким уровнем духовного развития и нравственности, который сам это понимает. А дети иногда видят такой пример, что, ну, не дай бог. И иногда, кстати, прекрасные вырастают дети и не повторяют судьбу своих родителей. Такое ведь тоже бывает. Ольга, ну мы должны к этому стремиться. Как сейчас обстоят дела с преступностью несовершеннолетних? Вот по результатам этого года. Знаете, опять-таки, исходя из статистики, фактически 20-процентное снижение уровня преступности среди несовершеннолетних. Это однозначно радует. Мы достигли, опять-таки, работая со всеми заинтересованными субъектами профилактики, снижение таких видов преступлений, как убийств, разбойных нападений, тяжких телесных повреждений, соответственно, краж и хулиганство. Это однозначно радует, но вместе с тем, опять-таки, практика и оперативная обстановка свидетельствуют о том, что расслабляться никому нельзя. Опять-таки, впереди зимние каникулы. Да, период повышенной опасности. О том, как работает милиция общественной безопасности и с несовершеннолетними, и со взрослыми жителями области у нас подготовлен сюжет. Давайте вместе посмотрим и продолжим диалог. Улица Жемчужная, 8. Общественный пункт охраны правопорядка номер 2 РОВД администрации Новобелецкого района. У участковых инспекторов обычный рабочий день. Чтобы понять всю специфику их работы, наверное, нужно самому быть инспектором. Романтическими их будни бывают только в кино. Практически каждый день встречаться с хроническими алкоголиками и унимать семейных скандалистов сможет далеко не каждый. Семейных скандалистов мы также стараемся во время скандала изымать с места жительства. Доставляем их в специализированный изолятор. Лицам пострадавших от насилия женщинам, детям предлагаются кризисные комнаты, которые находятся по адресу улицы Юбилейная. Территория, контролируемая участковыми инспекторами этого общественного пункта правопорядка, немаленькая. Причем в связи с активным строительством количество жителей здесь постоянно увеличивается. И не всегда законопослушных. Впрочем, и в кварталах старой застройки порой живут далеко не ангелы. Конечно, не все представляют общественную опасность. Однако чего ждать от них в дальнейшем не знают, наверное, и сами поднадзорные. Андрею Михайловичу 48 лет. Последние пять нигде не работает. Живет вместе с 82-летней матерью. На ее пенсию и не скрывает этого. Я живу с матерью на ее родную пенсию. И она... Нам хватает. Нам хватает этой пенсии и ее. И мне хватает. Выпить мне хватает. И закусить мне хватает. И полный холодильник мяса у меня стоит. Именно любовь к спиртному разрушила семью Андрея Михайловича. Имеющего, кстати, высшее образование и считавшегося неплохим специалистом. Сотрудником милиции он демонстрирует содержимое холодильника с запасом продуктов. На замечание участковых инспекторов на не совсем, мягко говоря, образцовый порядок в доме отвечает. Бывает. Со временем приберется. А вот петь, говорит, не бросит. В 11 утра он уже слегка навеселе. Пока есть финансовый источник в виде пенсии матери, этот человек вряд ли совершит какое-то противоправное деяние. Однако никто не сможет сказать, что будет в случае, когда этот источник иссякнет. У сотрудников милиции Андрей Михайлович под постоянным контролем. Но проблема еще и в том, что продолжительное употребление спиртных напитков привело к серьезным проблемам со здоровьем. Медики даже отказались выдавать направление в ЛТП. По результатам проведенной комиссии был признан негодным по состоянию здоровья. Ежемесячно мы навещаем по месту жительства. Рассматривался неоднократно на советах общественного пункта. Ему было рекомендовано бросить пить, пройти курс лечения, определить мать в дом престарелых для оказания медицинской помощи. Однако и мать, и данный гражданин постоянно отказываются. У сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних в эти дни работы тоже хватает. Сейчас в Новобелецком районе проходит декада профилактики преступлений, связанных с наркотиками. Основное внимание несовершеннолетним. Встречи с родителями, школьников, тренинги с педагогами и выступления на собраниях учащихся. В этом году за распространение наркотических средств в Гомеле уже было несколько случаев задержания молодых людей. К сожалению, многие несовершеннолетние даже не догадываются, что могут быть привлечены к уголовной ответственности. Максимальное наказание для них – 12 лет лишения свободы. Через социальные сети присылают сообщения о том, что не хотите ли подработать. На электронный кошелек будут вам за каждую закладку направляться денежные средства. Ну, то есть, находят в основном через социальные сети. Но, как выяснилось, что не все знают, что уголовная ответственность предусмотрена за любые деяния с наркотическими веществами. После завершения декады профилактики преступлений, связанных с наркотиками, инспекторы ИДН придут в школы вновь. Накануне Нового года особую актуальность приобретает использование пиротехники. Вы смотрите диалог заместитель начальника УВД Гомельского облсполкома, начальник милиции общественной безопасности Анатолий Васильев. Сегодня у нас в гостях. Анатолий Анатольевич, действительно, родители и подростки не знают о том, что за любые действия с наркотическими средствами наступает ответственность. И ответственность это уголовная и очень серьезная. 14 лет, да. Не знают. И вот, вы знаете, я вам хочу сказать, что в 2014-2015 годах на территории Гомельской области было заинтересовано наибольшее количество наркотических преступлений, совершенные несовершеннолетними, в том числе связанные со сбытом наркотических средств. Необходимо отметить, что тогда фактически объединилась вся страна. Как бы не критиковали антинаркотический декрет нашего президента, вместе с тем он в первую очередь позволил навести порядок. Да, возбуждались уголовные дела. Да, соответственно, некоторые говорили, да, несовершеннолетний не понимает, что он делает. Но я категорически не соглашусь о том, что 14-летний, 15-летний не понимает, что он закладчиком выступает, так называемым минером, производит эти закладки и получает очень хорошие деньги. И я никогда не поверю, что несовершеннолетний не понимает, за что он получает эти деньги. Если мы же сегодня посмотрим состояние оперативной обстановки, связанной с совершением наркотических преступлений со стороны несовершеннолетних, то на сегодня у нас в Гомельской области зарисовано только 8 преступлений. В 2017 году их было 17. Однозначно прослеживается динамика и тенденция к их снижению. Но это опять-таки общий плод усилия всех заинтересованных субъектов профилактики. – Что необходимо сделать обществу, нам всем, для того, чтобы с этой бедой можно было бороться более эффективно? – Ольга, вы знаете, я, наверное, повторюсь, но опять мы должны начать с родителей. – Со взрослых людей, если так говорить. – Да. В первую очередь, да. Вы правильно абсолютно сказали. С них берется пример, видят дети, как ведут себя взрослые. И если папа с мамой вкладывают, рассказывают, как себя вести, никогда этот ребенок не будет, соответственно, заниматься распространением наркотических средств. Дальше уже идет школа, дальше идет милиция, но в первую очередь это надо начинать с родителей. – Скажите, пожалуйста, а милиция отслеживает в соцсетях, вообще в пространстве интернета то, что отправляется детям? Это можно каким-то образом контролировать? – Ольга, ну я отвечу… – Почему несовершеннолетние получают? Это ведь очень удобно для взрослых распространить. – Очень просто, легко. Есть взрослые, плохие люди, назовем их так, которые говорят несовершеннолетнему. Ты несовершеннолетний, тебе ничего не будет. – Да. – Все. Заработаешь очень хорошие деньги. Но вместе с тем, согласно действующего законодательства, даже несмотря на то, что несовершеннолетний, лишение свободы может составить до 12 лет. – Родители, все родители, старшеклассников, буквально, наверное, как только лет 10 исполняется ребенку, нужно об этом говорить. – Абсолютно верно. – Никаких предложений. Все, что связано с наркотиками, ну это… – Ольга, не только говорить. – Ну это в лучшем случае срок. – Да, смотреть на своего ребенка, смотреть, с кем он поддерживает контакты, с кем он дружит. – Вы за то, чтобы читать переписку детей в соцсетях? – Я – да. – Родители имеют право знать. – Да. – Давайте сейчас почитаем то, что у нас на вайбере. – Давайте. – У соседа по даче всю ночь играет музыка в выходные дни. По закону в ночное время с 23 до 7 необходимо соблюдать режим тишины. Применим ли этот закон на дачах деревни? Светлана интересуется. На самом деле, да, конечно, в дачный сезон у каждого свой формат музыкальный, да, на каждом участке. Ну и в Новый год, наверное, тоже актуально. – Это дачные поселки применимые. – Значит, нашей телезрительнице необходимо обратиться в соответствующую службу исполкома, сотрудники которой наделены составлением и фиксацией соответствующего вида правонарушения. Но хотелось бы, конечно, очень часто в милицию поступают такие заявления о том, что они спят маленькие детки. Хотелось бы, конечно, чтобы вначале соседи поддерживали между собой нормальные отношения и вникали и входили в ситуацию, в положение своих соседей. Потому что ни сотрудники милиции, ни другие не заинтересованы так называемой палочной системой просто составления протоколов. И, как показывает практика, есть такие случаи, когда после составления протоколов, наоборот, ситуация еще больше накаляется, разогревается, еще хуже становится. – И более еще страшным конфликтом потом все это разборки заканчиваются. – Абсолютно верно. Поэтому, в первую очередь, хотелось, чтобы по-добрососедски это решали все эти конфликтные ситуации. Потому что, по большому счету, они не стоят выеденного яйца. – Согласна. Техосмотр на машину до января 2019 года. Надо пройти техосмотр до января или до февраля 2019 года? – Значит, техосмотр есть выключительно по январь. Соответственно, с 1 февраля уже, с имеющимися документами, водитель будет считаться как водителем, который не прошел техосмотр. – Госавтоинспекция проводит специальные мероприятия по проверке прохождения транспорта в гостехосмотре регулярно. Это несколько раз в год такие декады проводятся. И, тем не менее, я слышала такое мнение, что дешевле заплатить штраф, чем проходить гостехосмотр. Как вы к этому относитесь? – Оля, вы понимаете, мы с вами возвращаемся к первому вопросу. А вот как можно измерить неисправность своего транспортного средства, которое потом едет в восстановку общественного транспорта, где стоят пассажиры общественного транспорта? – А были такие случаи, да, когда из-за неисправности происходило… – Значит, из-за неисправности однозначно были дорожно-транспортные происшествия, были пострадавшие, но, еще раз говорю, мы не можем предугадать с вами, что сегодня, извините, будет в 21 час у нас на остановке общественного транспорта Коминтерн, когда, не дай бог, будет ехать человек, который считает, что ему лучше 2-3 штрафа заплатить, но лучше ездить на неисправной машине. А самое страшное в этой ситуации, я считаю, что он, в первую очередь, рискует своей жизнью, жизнью своих родных, близких и детей, которых он перевозит на этой машине. – Может, это дорого? – Ну, вы знаете… – Если так люди считают, что лучше они несколько раз штраф заплатят в год, чем они будут проходить. – Ну, я с вами категорически не соглашусь. Если человек принял решение купить себе машину, соответственно, следить за ней, заправлять ее, ездить на ней, то та сумма, которую необходимо заплатить за техосмотр, они не соизмеримы. – Да, на самом деле нужно нести ответственность за последствия своего выбора. Хочешь быть автолюбителем – будь добр, соблюдай правила. – Абсолютно верно. – И прохождение гостехосмотра – это в том числе, это как правило дорожного движения. Ну, нельзя выбирать, какие правила мне нравятся, а на какие правила у меня денег нет. Денис, перезвоните нам, пожалуйста, либо по стационарному телефону, либо напишите в Вайбер, мы звонки, к сожалению, по Вайберу принять не можем. Анатолий Анатольевич, год завершается. В целом, каким он для вас стал? Есть снижение накала криминогенной обстановки? Ольга, если обратиться к голой статистике, то однозначно у нас на территории области зарегистрировано общее снижение количества преступлений. Как по линиям всех служб, так и, соответственно, по линиям уголовного розыска. Если смотреть результаты работы за 11 месяцев, у нас зарегистрировано снижение убийств, грабежей, хулиганств, краж. То есть, в целом, можно сказать, что оперативная обстановка на территории Гомельской области находится под контролем всех правоохранительных органов. Я бы хотела поговорить вот еще о чем. Мы видели в сюжете пример семьи, которая, ну, видно по состоянию их жилища, что когда-то это была хорошая, интеллигентная семья. Люди хорошо жили, у них есть библиотека, у них есть ковер, который был несколько десятилетий назад предметом дефицита и роскоши. У людей есть высшее образование, они сохраняют свою семью, тепло в своей семье, отношения. Но я не думаю, что это то, как они представляли свое будущее, то, каким они хотели его видеть. Алкоголь такая вещь, что разрушает все. И семьи, и будущее, и жена ушла, да, и дети, и не работает человек. То есть, ну, ну, вряд ли кто-то на это рассчитывал, что вот именно так я хочу прожить свою жизнь. Все-таки очень редко и очень мало. Пьянство остается серьезной проблемой нашего общества. Что в этом направлении предпринимается, как вы оцениваете эффективность мер? И это одна из главных причин, по которой совершаются преступления. Абсолютно верно. Причем все тяжкие, особо тяжкие преступления, однозначно более чем в 90% случаях преступник находился в состоянии алкогольного опьянения. И более чем в половине случаев и преступники жертвы также находились в состоянии алкогольного опьянения. Вы абсолютно правы. Пьянство – это бич нашего общества, который существенно влияет на состояние охраны общественного порядка, в том числе в нашей области. Что делает милиция? Милиции дан соответствующие инструменты. Это меры административного воздействия, это составление административных протоколов, это те, кто неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение антиалкогольного законодательства, направление таких лиц в лечебно-трудовой профилактории. Хочу сказать, что на сегодняшний день уже более тысячи хронических алкоголиков направлено в лечебно-трудовой профилактории. И по моему глубокому убеждению, это одна из самых наиболее эффективных мер. Человек год не злоупотребляет спиртным, и год его семья может нормально отдохнуть, как говорится, определиться дальше, как принять этого человека, который вернется с ЛТП, и все-таки, что дальше делать. А как вы относитесь к практике защитных предписаний? Это действенная мера для того, чтобы семья, которая одного из своих членов отправила, чтобы дальше была защищена? Это закон об основах деятельности по профилактике правонарушений. На сегодняшний день почти 800 защитных предписаний выдано семейным дебоширам, соответственно, объявлено им. Что такое защитное предписание? Это документ, в соответствии с которым семейный дебошир обязан на срок от 3 до 30 суток покинуть, соответственно, жилище, где он проживает, с той жертвой домашнего насилия, в основном это со своей женой, которую он постоянно допекает. Он не должен появляться в этом доме, соответственно, не интересоваться и не звонить своей супруге. И об эффективности этой меры свидетельствует тот факт, что лица, в отношении которых были вынесены защитные предписания, тяжких и особо тяжких преступлений в сфере быта не совершили на сегодняшний день на территории Гомельской области. Анатолий Анатольевич, спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Хочу пожелать вам спокойного дежурства и всем вашим коллегам, которым придется в усиленном режиме работать в ближайшие дни. Спасибо вам. Спасибо и вам за приглашение. Заместитель начальника ОВД Гомельского областного полкома, начальник милиции общественной безопасности, полковник милиции Анатолий Васильев сегодня был нашим гостем. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин